Не только продолжает расследование предыдущих, но и возбуждает новые дела. Сразу два завел региональный следственный комитет по одному происшествию. Главный подозреваемый – организатор нелегального дома престарелых в Иркутске. Повышенное внимание к своей персоне предпринимательница получила после пожара в учреждении. В течение нескольких дней с момента возгорания в больнице умерли три постояльца, еще один пенсионер до сих пор в реанимации. Теперь одновременно расследуются четыре уголовных дела. Два из них было возбуждено сразу после смерти первой пострадавшей. Пожилая женщина, так же, как и еще 11 постояльцев, отравилась угарным газом. Ситуацию усугубило то, что возгорание в двухэтажном частном доме произошло поздно ночью. Спустя некоторое время выяснилось, что здание является так называемым домом престарелых. Правда, нелегальным. Никаких документов, подтверждающих право на оказание палеотивной помощи, у предпринимательницы нет, да и вообще никогда не было. В настоящее время следователями задержан организатор дома престарелых. С ней работают следователи. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие. Изъята документация. Следствием проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается. Сколько в Иркутской области подобных нелегальных домов престарелых, остается только догадываться. Однако в последнее время их выявляют достаточно часто. На прошлой неделе в столице региона был обнаружен очередной центр помощи пенсионерам. Хотя центр для трехкомнатной квартиры слишком громкое название. За 900 рублей в сутки предприимчивый мужчина оказывал услуги по уходу за пожилыми людьми. Установить это удалось благодаря наблюдательным соседям. Кстати, именно с помощью свидетелей получается вывести из тени подобные подпольные учреждения. Так ровно год назад произошло и в Братске. Там был закрыт целый пансионат, в котором находились 15 пожилых людей. Мисс проживания каждому обходился в приличную сумму от 18 до 26 тысяч рублей.